Ребят, прежде чем вы начнёте смотреть мой новый влог, я хотела бы с вами поделиться тем, что у меня вышли собственные пресеты, 5 штук, и я очень надеюсь, что они вам понравятся, но самое главное, что сегодня последний день, когда у меня действует скидка 15% для вас, и на экране вы видите промокод, которым можете воспользоваться, он даст вам скидку 15%, и в описании также я оставила ссылку на сайт и на промокод, так что скорее заходите, смотрите, надеюсь, что вам понравится. Ребята, всем привет! Это видео я записываю в конце этого влога, я жутко злая, я не знаю, по какой-то причине. У меня повредились целых три файла, три видеофайла. Вы можете себе это представить? Я снимала перед тем, как мы выйдем с Февьяной на вечеринку, в честь дня рождения собачки, другой. Рассказывала вам о том, что мне сегодня должны вернуть деньги. А вернули мне деньги или нет, узнаете в конце, но те, кто смотрит мой телеграм, то вы уже в курсе. Что произошло сегодня. Поэтому я даже не знаю, показать вам улыбку, типа... Или показать вам, типа... Не знаю. Узнаете в конце. Короче, скотобаза лютая, конченая. Что это такое? Удалились файлы? Повредились? Каким образом? Не знаю. Так, ребят, мы уже с Ювеной в машине. Ювечка, скажи привет. Была такая тупая фигня. Я, значит, уже вышла. Мы с Ювеной дошли до машины. И тут я понимаю, что машина не открывается, потому что я забыла ключи в другой сумке. Мне пришлось пешком по лестнице подниматься высоко. Потому что у нас что-то в подъезде происходит. Какой-то ремонт, не знаю что. И, в общем, лифты заняты. Мне пришлось подняться, взять ключи от машины. Еще я взяла шарф, потому что очень холодно. Минус 12 градусов. Я офигела. Я ненавижу холод. Сейчас мы с Ювеной поедем в магазин. Сейчас мы подумаем, посмотрим, в какой нам будет ближе, удобней. И будем выбрать подарки. А еще у меня очень мало ресниц. Очень много выпало, поэтому нужно будет записаться скоро на наращивание. Да, малыш? Короче, ладно, мы поехали. Так, мы с Ювеной сходили в магазин. Вот, видите, целый большой подарочный пакет. Я потратила очень много денег. В общей сложности 6 тысяч на подарок для собачек. Короче, я купила прикольную игрушку. Две штуки. Одну как раз подарю Люсе для ее собачки. Одну такую же взяла в Ювене. Туда кладешь вкусняшку какую-то собачью. И собачка ее должна найти. Я заехала на... Короче, мероприятие все это проходит на заводе Кристалл. Я говорила, что это рядом с моим домом. И это просто благодать. Я сюда доехала без навигатора. Единственное, что уже здесь на территории этого Кристалла... Это, знаете, как завод. Ну, наверное, это и есть завод. Да. Короче, здесь жутковато, если честно. А вообще... Ну, ладно. Я надеюсь, что я приехала на место, потому что вход очень сомнительный. Не знаю, увидите ли вы. Вон там горит дверь. И, типа, туда мне надо походу зайти, потому что я вижу, что туда заходили какие-то модные девочки. Я думаю, что, скорее всего, мне туда... Я же тоже модная девочка. Так что сейчас зайдем. Надеюсь, это окажется то место. И тогда уже к вам подключусь. Так, мы приехали на мероприятие. Мы все-таки зашли туда с Ювиной. Пока что еще все гости не собрались. Тут есть угощения. Они пока вот так вот закрыты, чтобы не замерзли, не остыли. Виф, пошли покажем, что тут. Здесь будут сидеть собачки, и у них будет фотосет. Вот такая вот здесь красота. Пока гостей не очень много. Мы самые первые приехали, потому что ближе всех живем. Тут, наверное, будет сидеть именинник. Да, Виф? Это вообще так необычно. Только не писать здесь, я тебя умоляю. Пошли, пошли, писать нельзя. Что? Ты что, ты шутишь? Она реально... Снимаем? Слушай, у тебя какая-то странная. Ты что ли странная? Делай просто видео. А мне не могу сразу визу. А, ты не можешь? Да, давай сюда просто. Просто пиши. Ну, да. Давай, на счет. Раз, два, три. У нас сегодня собачий день рождения. Впервые в истории. Все приходят с собаками. И Юля пушку наружает реально с подарком. Конечно. А что там? Тут много всего. Тут какая-то и... А, смотри, смотри. Вилли. Господи, это там запасный лаган. Вот такая игрушка, развивашка собачья. Тут какие-то лакомства. Я все собрала. Вот такое большое. Юлечка, спасибо огромное. Если бы Вилли умел говорить, он бы... Да, я знаю. Спасибо тебе большое. Очень-очень. Ждем рождения твою собачку. Спасибо большое. Быстро растет большой, здоровый и счастливый. Спасибо, это приятно. Что-то много. Наоборот, отлично. Вилюха. Ура, им понравился наш подарок, Вилла. Тебе понравился подарок? Ну, когда страшно подарок, решили, что такая... Ну, как фоточки. Я больше не буду дарить собачьи приколюшки, чем людям. Это как я отчет, это с моим другом на день рождения. Я, если ты знаешь, я уже дарила набор для старейшего типа. Там были, типа, как это называется, мерения для давления, гладочек, таблетница, потом дышать, все ингаляции, и я такая... Такая вот вечериночка. Здрасте. Ой. Столько собачек. Вилла, конечно, сидит на ручках, иначе она бы уже тут с ума сосла. Так, ребят, если вы ни разу не видели вечеринки собачьи... Вив, да не бойся. Так тут все украшено. Два годика, Вилли. Привет, малыш, с днем рождения. Вот такая атмосферка. Так, ребята, мы уже дома. Вив, пошли свалить. Сейчас я закрою хлам. Ай, это мои розы. Я вам на видео уже во влоге не показывала. Какой красивый букет мне подарил мой любимый на 8 марта. Чудесный букет просто. Какой красивый, а. Ой. Вивтик. Короче, мы сходили на вечеринку. Сейчас я вам прикреплю здесь видео. Потому что я не помню, по-моему, влог я не снимала. Мне надо было следить за Вивочкой, чтобы она не упала, не испугалась и так далее. И держала телефон в руке. Эти мышляки. Ты моя дед. Сколько комплиментов сделали Вивочки. Какая она красивая. Так приятно, да? Просто влюбляемая во себя всех собачка. Так. Смотрим. Когда мы заходили покупать подарки... Когда мы покупали подарки Виле, собачке Люсе, у которой сегодня день рождения, мы, конечно же, не могли не взять подарки Виве. Потому что она, как ребенок, потом бы обиделась наверняка. Так. Вив, смотри. Во-первых, мама тебе взяла вот такую крысу. Или кто это? Классная? Вау! 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 Кукс на крысу! Ой, как весело! Любые развлечения, лишь бы дома. Всем маму. Конечно же, Виве ничего не понравилось. Потому что она, как и ее мама, любит сидеть дома. Да, мой хороший? Да! Любые развлечения, лишь бы дома. Да посмотрите, как она радуется. Дом, милый дом. Так. Это еще не все. Потом мне посоветовали какие-то вкусняшки. Я ни разу их не пробовала, они какие-то не дешевые. Но сказали, типа, премиум качество. Не знаю, знаете ли вы такие? Какие-то сладости собачьи. Ну да, давай посмотрим вкусные. Так, лакомство, короче говоря. Я взяла и Люси такие тоже. Ну, не для нее, а для собаки. И Виве взяла попробовать. Я не знаю, что это. Обычно я сама пробую. Уууу. На, пробуй. Не знаю, но сказали, типа, хорошее. Что-то типа очень хорошее качество. Вкусная вкусняшка. Ну, стоило дороже тех, которые я обычно беру. Поэтому мне для своей собаки ничего не жалко. Если они вкусные будут, Вилли, то будем лучше их тогда брать. Взяла вот такую штуку себе и... Ну, не как себе. Вивьене и Вилли. Мы подарили на день рождения. Потратила я на все про все 6 тысяч. Шок, да? Ну, я не смогла удержаться. Мне приятнее сходить на день рождения к собаке иногда, чем к людям даже бывает. Потому что я собаку очень люблю, животных. Ну, и Люся просто классная. Я ее люблю, поэтому, конечно, надо было сходить. Ну, короче, все, сыграла офигенную роль. И еще, плюс ко всему, это рядом с нашим домом. Поэтому... Так, Вивь, это какая-то головоломка. Я не знаю, как в нее играть. Ну, как-то надо. А, ну тут все просто. Кажется. Сейчас покажу, как это выглядит. Короче, вот тут есть такие штуки. Собака их должна вот так открыть. Есть такие, которые она должна... Ой, я не знаю, что она с ними должна сделать. Взять, ртом достать. И вот такие. Это я тоже не знаю. Ну, это ладно, подвинуть легко будет. И вот эти легко. А вот это я что-то не знаю. Я думаю, она сойдет с ума. Это открывать. Так, Вивь, попытка? Попытка, не пытка? Я давно мечтала что-то такое найти. Да-да-да, они там, они там. Будем развивать твой мозг. Давай, смотри. Смотри. Оп-оп-оп-оп. Смотри, вот она, вот она. Вот, видишь, видишь? А взять не можешь. Надо открыть лапкой. Да-да-да, она там. Да-а-а. Там-там-там. Смотри. Оп-оп-оп-оп. Давай сама. Я думаю, что у меня уйдут годы тренировок, чтобы научить Евгену это делать. Оп-оп-оп. Давай, малыш, ты сможешь. Такой носик. Ты сможешь, ты сможешь. Оп-оп-оп. Слушай, это даже дятел сможет сделать. Давай. Оп-оп-оп. Смотри. Оп-оп-оп. Ой, что открылось? Она даже не поняла. Что открылось? Оп. Давай-давай, лапкой. Оп-оп-оп-оп. Ой, что открылось? Что тут видишь? Видишь? Видишь что-нибудь? Вот же она. Вот же. Ну, ты вообще... Перед носом лежит. Вот. Эх, вся мать, глупышка. Короче, днюка прошла. Офигенно. Вот. Но там, кстати, вечеринка продолжается. Просто мы уже с Евгеной ушли, потому что Вива начала мне мозги компенсировать. Типа... Я сюда еще одну положу, а ты уже сама. Я ее тут оставлю, а ты будешь играть. Классная штуковина. Давно мечтала найти такое. Ай, это классная? Все, хватит. Варкосняшек. А еще... О, также я Вивене взяла носки. Но, конечно, я уверена, что это... В них ходить не будет. Но попытка не пытка. А это что такое? А-а-а. Типа если нога соскальзывает, чтобы здесь ее затянуть. Класс. Классная хрень. Вив, давай носки померяем, а? Давай. Вот такие типа этот... Бербары, понял? Я уверена, сейчас Евгена пошлет меня куда подальше. На небо за звездочкой. Ой, как вкусно ты пахнешь собачки. С собачкиными феромонами. Мама, давай, Сэп. Пошли вы его на небо. Ой, а мама вся грязная? Собачки... Всякие собачки маму испочкали, да? Давай. Давай. Я просто интересуюсь. О. Ладно, одну хоть покажите. Тихо, 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 тихо. Господи, хромая собака. Да это просто носок. Иди. Давай, так зимой будешь ходить, тепло будет. Иди. Иди, иди. Господи, все, иди. Уи-и-и. А там у тебя вкусняшка лежит, знаешь. Сейчас мама сама ее съест. Так, Слава уже едет с занятий, с работы. И я думаю, мне надо приготовить ужин. Да, Вив? Это было бы неплохо. Так что, надеюсь, что и Вилли тоже будет играть в эту игрушку. А ты, Вив, играю. У тебя там вкусняшка лежит. Ты есть липошарский нос. Блин, мне срочно нужны ресницы. Было круто. Очень классная дыря. Там есть, а там есть. Да. Смотри. Оп. Видишь? Не-не-не, сама. Это игрушка для собак. Мама в это играть не будет. Сама догадывайся. Сама. Я для чего тебя рожала? Чтобы все за тебя делать? Учись. Иди, сама открывай. А я пока послежу. Потому что вы чудо-то…. Учись. Ни-на. Вон. За вас. Так и не получилось, Эль. Убрала мусор, Евгена научилась играть в эту штучку. Пришел Слава и у нас сейчас будут стейки, правда не с рисом, а с гречкой. Вот этот блин будет долго жариться, я кушаю. У него такая форма дебильная, у этого-то хорошая. Блин, он докасается, такой здоровый кусок, кошмар. В общем, вернули ли мне деньги? Нет. Говорит, завтра все, точно, завтра, точно. Я ему уже написала, что завтра, если не получится, то я не оставлю эту ситуацию. Просто так. Говорит, да нет, это что, это же блин вообще, там будут такие разборки, никому это не надо. Мне точно не надо, мне нужны свои деньги. Так что посмотрим. Ну реально все, я больше не могу ждать. Я думала, что сегодня последний день, но как бы я написала, что все. Что-то обидно. Так что сейчас офигенно покушаю, попью вина, поем огурчиков маринованных. Что еще у меня по плану? Видите, какие красивые цветочки у меня. Сегодня среда, значит завтра четверг. В субботу вечером мы уезжаем. То есть в принципе еще есть дни. Боже, у меня столько работы! Ладно, я все, успею. Мне нужно забронировать студию и отфоткать рекламу студии. Желательно это сделать? Не знаю, куда. В пятницу тогда. Хотелось бы здесь с вами поделиться. А, кстати, я уже села кушать, уже на самом деле половину почти съела. Кушаю огурчики. Что-то я огурцы так полюбила. Есть такие огурцы маленькие, типа корнишонные. Я вообще-то такие обычно брала. Но я заказывала на Яндекс.Лабке огурцы. И, понятное дело, просто по картинке заказала. Я заказала две банки. Думала, они такие вот маленькие будут. Это маленькие огурчики. В итоге пришли две здоровые банки. Но! Я не расстраиваюсь, потому что я обожаю огурцы. Не знаю. Что-то так вкусно стало. Такое приятное дополнение. Вообще люблю, когда на столе есть всякие штучки. Ну, типа, помимо главного блюда и гарнира, люблю, когда есть еще там, например, салат, может быть, сыр, огурцы. Все, что я ей кладу. Лаваш, хлеб какой. Ну, короче, вот люблю. Я люблю. Такая чисто грузинская женщина. Люблю, когда стол забит чем-то. Даже несмотря на то, что мы вдвоем. Ну, все равно у нас огурчики, сыр. Еще Слава начал резать салат, но потом оказалось, что огурцы замороженные. Вива, иди к папе. Тебе нельзя стейк. Уходи. Я сегодня залачила вот эту часть волос. Конечно, я думаю, это было зря. Но просто хотела, чтобы красиво все было. Чтобы не оттопыривались волосочки. Я жду, не дождусь, когда смогу вам рассказать всякие интересности, которые произошли в моей жизни. Но пока не могу. Пока не могу вам рассказать свои интересности. Но я думаю, что вы будете очень за меня рады. И просто будете такие, типа, вау, офигенно. Подружка, крыса наша любимая. Мы в тебя верили. Сегодня мне бренд Dr.Jart прислали кучу масок, которыми я долгое время не пользовалась. Потому что лечила кожу. И... Ну, мне, короче, сказали просто дерматологи, что, типа, не надо пока ничего делать с кожей. Только вот маш тем, чем надо. Я вам уже говорила, что у меня на лице сейчас нет прыщей. Все какие-то моменты, которые вы можете где-то увидеть, разглядеть, это следы. И это на самом деле очень приятное чувство, приятные ощущения. Я знаю, что многим не терпится узнать, потому что мне в Телеграм писала одна девочка, что ей назначили Ро Кутан. И она очень не хочет его пить, так же, как и я. Ну, была такая у меня история тоже. Я не хотела пить Ро Кутан, поэтому я пошла другим путем. Может быть, наверное, долгим, грустным. Но зато без Ро Кутана, без каких-то там последствий неприятных, побочек. На самом деле у меня не то, что переживания, но я просто не чувствую, что мне нужно рассказывать, что мне помогло от моих проблем с кожей, несмотря на то, что результат, то, что у меня было, это просто жесть. Я сейчас без макияжа. Просто единственное, что... Нет, сейчас я с макияжем, но единственное, что плохо, когда я без макияжа, так это то, что у меня неровный тон лица. Потому что вот здесь у меня есть покраснение, и эти покраснения, они постепенно становятся светлее, но не по щелчку пальцев обычно. У меня никогда не остается пост-актный, потому что просто кожа у меня такая у меня никогда обычно не остается. Но в этот раз, после вот этой жести, которая у меня была на лице, я ходила на чистки лица, и я каждый раз говорю себе одно и то же, одно и то же, каждый раз, тебе нельзя делать чистки, нельзя! Я думаю, что из-за того, что мне жестко давили мои прыщи, там образовывались лютые болячки, которые долго проходили, я думаю, из-за этого у меня остались такие следы. И, по крайней мере, надеюсь, что они пройдут. Ну, я, конечно, постоянно, каждый день я протираю лицо лосьоном. У меня есть уход за кожей, скажем так, который я каждый день использую от La Roche-Posay. Если вам будет интересно, то я обязательно расскажу поподробнее в следующем видео об этом. И мне нравится, мне нравится то, что, ну, как бы я вижу, и я верю в то, что мне это помогает. Потому что у меня лосьон, он такой, типа, как отшелушивающий. В принципе, это то, что мне нужно, чтобы скорее кожа обновилась, регенерировалась, чтобы красные следы прошли. Моя мама предположила, что я вылечилась, ну, мои прыщи жесткие прошли от уколов с антибиотиком. Уколы с антибиотиком, я думаю, помогли мне на, не знаю, 20%. Действительно, стало получше, наверное, в том плане, что не было каких-то сильных воспалений. Но потом я перестала делать уколы с антибиотиком. Наверное, недели две-три я их вообще не делала. То есть я сделала всего три раза уколы с антибиотиком, хотя мне сказали сделать пять в идеале. И я перестала делать уколы с антибиотиком. Я начала принимать гомеопатию новую. Я ходила опять к своему гомеопату. И, знаете, честно, мне плевать, что кто-то в это не верит. Мне на самом деле вообще, я вам клянусь, мне настолько все равно, что кто-то может подумать, что это какая-то фигня, бред, или типа какая-то магия, шарлатана и так далее. Мне настолько на это все равно. Но потому что мне это помогает, и меня абсолютно не колышет, кто что думает. Я на самом деле поражаюсь с людей, которые отрицают какие-то вещи в этой жизни, отталкивают, скорее всего, даже, вот так можно сказать, от себя какую-то информацию, принятие какой-то информации. Ну, типа я поражаюсь просто, потому что я не такой человек. Я не понимаю, как можно, ну, вот так вот просто от себя отталкивать любые возможные какие-то варианты, которые могут быть. Врач-дерматолог из Smile Studio. Просто обожаю, обожаю ее. Инга зовут. Обязательно, если у вас есть какие-то проблемы с кожей, вы в Москве живете, обязательно в Smile Studio записывайтесь к Инге. Я ее очень сильно люблю, она очень классная, и тоже ей очень благодарна. Она меня записала. Она еще в другом месте работает, видимо, какая-то именно государственная больница. Я туда ездила, сдавала анализ на клещады модекса этого. Он мне не подтвердился, слава богу. Что, вообще от него-то лечиться долго, оказывается. Короче, Инга, да, сказала мне, чтобы я использовала две мази. Она мне сказала, чтобы я их использовала 40 дней, не меньше. Типа это минимум. Но я их использовала дольше. И она мне сказала, что если я один день пропускаю, то я начинаю с самого начала опять отсчитывать, ну, как бы до 40 дней. Я ни разу не забыла, ни разу не пропустила, даже несмотря на то, что мы улетали на Алтай в это время. И несмотря на то, что там абсолютно другое время, и у нас там было, по-моему, плюс 4 часа, да. И мы летели, короче, типа ночью, прилетели утром. То есть это мне не помешало. Я специально намазала сначала то, что надо на ночь мазать. Я полетела в самолете, потом мы приехали в отель, и я смыла и намазала то, что нужно днем мазать. То есть я максимально ничего не пропустила. И вот буквально, наверное, вчера я перестала мазать с этой мазью, потому что мне интересно. Во-первых, она у меня почти закончилась. Короче, мази, которые мне назначила Инга из Mail Studio. Я не знаю, на сколько процентов они мне помогли. Думаю, что помогли точно на какой-то процент. Но почему-то все-таки я больше склоняюсь именно к гомеопату, потому что объясню почему. Сначала покажу мази. Метрогил. Этим я пользовалась утром, каждый день. И на ночь я мазала не все лицо, а те участки, где у меня есть проблемы. Но это, в принципе, большие были участки. То есть вот здесь все, вот тут у меня со временем начали выходить тоже болячки, хотя никогда тут не было. И, понятное дело, весь лоб. Демазол. Я никогда не знала, что он вообще в первый раз, типа, то, что этим надо пользоваться. И она сказала именно это. То есть это вообще крем косметический для век. Но она мне сказала пользоваться этим. Есть разные аналоги этой мази. Я сейчас вам даже скажу, кому интересно. Но, опять же таки, она сказала, что вечером мне нужно пользоваться одним из препаратов. Или дематен, или демалан, или демазол. То есть что-то из этого нужно было взять. Думаю, это примерно одно и то же. Но даже не я, а Слава нашел вот это в аптеке. И это подошло. Она сказала, да, подойдет. И также она мне сказала, чтобы я, по-моему, два раза в неделю или один раз в неделю пользовалась бодягой на 15 минут. То есть не каждый день. Честно, эта бодяга очень легкая. Я, конечно, я, если честно, ей недолго пользовалась. Но я думаю, что мне нужно продолжить ей пользоваться. Потому что, надеюсь, она должна убрать мои следы. У Славы вообще дома есть бодяга порошковая, которая разводится с перекисью. И, типа, там вообще эффект должен быть офигенный. Но я ему сказала, что я не буду ставить эксперименты на своем лице. Давай-ка ты сначала поделай. Я посмотрю, как у тебя получится. И потом, если что, мне тоже так намажешь. Ну, короче. Когда я пришла к гомеопату, а вы знаете, что я к нему хожу. И я делюсь этой информацией просто потому, что я знаю, что есть люди, которым это интересно. Он мне сказал, что у меня стафилококк. Я об этом много раз слышала. Не то, что, типа, ой, у тебя, наверное, это. Хотя такое тоже было. С кем я общалась еще давным-давно, наверное, лет 15, не знаю. У меня была такая проблема подкожные, вот эти прыщи. И это очень сильно характерно именно для стафилококка. Конечно, стафилококк бывает разный. Да, то есть я видела картинки, где вообще лютая дичь. А где так, на минималках, скажем так. Ну, я так понимаю, что это бактерия, да? Давайте погуглим, чтобы точно знать. Я не знаю, где я его подхватила. Это бактерия, да. Ну, просто, знаете, когда стафилококк набираешь и смотришь картинки, там, конечно, лютая дичь. У меня такой дичи нет. Единственное, в чем он у меня выражается, это именно, ну, типа, прыщи на лице. И, судя по картинкам, мне прям повезло, если честно. Сейчас даже наберем стафилококк. Кожа. Ну, да. Ну, вот реально, судя по картинкам, у меня прям все нормально. Потому что, если честно, жесть. Просто я смотрю по картинкам реально вот именно такие вот подкожные, где-то прям здоровые, жесткие, лютые. Просто болячки, что я даже не хочу вам это показывать. Но, слава богу, у меня такой жести нет. То есть, единственное, ну, у меня, так сказал, гомеопат. Я не сдавала анализы, да. То есть, в принципе, грубо говоря, можно даже ему не верить. Может быть, это и не это у меня. Он мне так сказал, что у меня вот эта вот фигня, да, стафилококк. Я про него давно слышала, знала. И как раз закрытые комедоны, которые прыщи у меня были, это характерно для стафилококка. Поэтому, когда я сдавала, кстати, на Клещады Модексы, я спрашивала, можно ли сдать на стафилококк. Мне сказали, что это в другом отделении делается. У нас, мы типа не берем на это анализы. Потому что у меня было подозрение, потому что я об этом реально давно слышала. И мне бывало кто-то из знакомых, там, взрослых, говорил, что, блин, а может у тебя вот это? Вот очень похоже. Вот обычно при стафилококке вот такие вот прыщи. Я не знаю, что это. Может быть, это вообще я рассказываю на весь интернет. Это какая-то очень интимная личная подробность. Но, блин, я не знаю, у меня нету каких-то анализов, да? У меня есть только слова гомеопата. А он это проверял на своей специальной машинке. Но суть в том, что он зарядил мне шарики от стафилококка, которые я пила две недели. И как я их начала пить? Я их начала пить как раз, когда мы улетали на Алтай. Когда мы улетали на Алтай, у меня были еще лютые прыщи. Я бы даже их назвала рогами. У меня были такие рога на лбу. Когда мы улетали с Алтая. И дело не в воздухе, мои хорошие. Я два месяца жила на даче в лесу в карантин. И у меня там начались прыщи. Дело не в воздухе. Если у тебя в организме какая-то фигня и жопа, то воздух тебя не спасет. Просто, блядь. Поверьте. Ну и вот. Когда я улетала из Алтая, у меня уже была абсолютно другая кожа. То есть за неделю, как я начала принимать эти шарики. Ну, господи, я не знаю, там два-три шарика вечером. Мне надо было их просто рассосать. Такие типа как... Кто смотрит меня, тот знает. Где-то две-три недели я выпила эти шарики. И моя кожа просто переменилась. Реально. То есть, получается, я начала пить шарики, наверное, на дней 10 позже, как я начала использовать мази вот эти, которые я вам показала. Домозол и метрогилл. Метрогилл утром. Домозол на ночь. Ну, не смывая. Просто мажете и все. Ну, блин, на самом деле у всех разные проблемы, поэтому я вам просто рассказываю, что использовала я. Но я не могу сказать, что мне это помогло на 100%. Я не знаю. И обязательно лучше обратитесь, ну, реально, к врачу, потому что у всех свои проблемы. И просто делюсь, да. Можете просто своему врачу задать вопрос. А вот это мне поможет. Огурчик за вас ем. Я пропила шарики от стафилокока, вот эти, которые он мне зарядил. И у меня действительно изменилась кожа. То есть, у меня прошли все прыщи. Я... Реально прошли все прыщи. То есть... Я действительно счастливый человек. У меня осталось избавиться от постакна. Меня это абсолютно не пугает, потому что замазать покраснение на коже легче, чем выпирающие гнойные болячки. Очень приятные темы для стола. Ну, а что поделать? Это же правда. Поэтому я склоняюсь к тому, что, наверное, действительно у меня стафилококк. Хотя я хз, да. Это если верить словам гомеопата, я вообще-то ему верю, поэтому я к нему хожу. Я к нему приехала буквально неделю назад, даже чуть побольше уже. Приехала я, значит, к нему, рассказала ему про всю свою жизнь, что действительно все круто, жизнь-то налаживается. Он меня посмотрел и назначил мне пить пробиотики, потому что у меня в кишечнике или в животе может оставаться жить этот стафилококк. Он сказал, что он там живет, и пока я не избавлюсь от него в животе, ну, как бы, есть риски того, что он будет опять появляться на моем лице и так далее. Ну, короче, он мне, по-моему, сказал, что избавиться от него на 100% нельзя, и это что-то в духе того, что есть у всех, просто у кого-то иммунитет с этим борется. Это типа как герпес. У меня, например, ну, никогда не вскакивали простуды на губе, то есть у меня... Я знаю, что герпес есть у всех, но у меня никогда в жизни ничего не вскакивало, ну, вот именно герпеса, да, на губе, например, простудных таких у меня никогда не было. И я понимаю, что это просто, ну, как бы, мой иммунитет с этим может бороться, с чем-то не может. Видимо, с чем-то не может. Выпьем за то, чтобы он всегда был сильным, чтобы боролся со всеми невзгодами. Он мне прописал новые шарики, зарядил и пробиотики. Я пропила неделю по две таблетки пробиотика. Он мне сказал, что это там хорошие какие-то бактерии, которые будут жить у меня в животе, потому что он мне как объяснил, что должно быть равновесие каких-то не очень хороших бактерий и хороших. Потому что у нас у всех в организме есть не очень хорошие бактерии и хорошие. И они должны как бы дружить, быть в равновесии. А у меня, видимо, каких-то плохих бактерий было больше. У меня же еще в животе какая-то жидкость свободная. Может, винишко там, не знаю. Ну, короче говоря, он мне прописал пробиотики, которые я уже купила в аптеке. Это американские, называются примадофилус. Вот такие пробиотики он мне сказал пить. Тут написано один раз в неделю, но он мне сказал пить две недели. Но я их буду пить по две одну неделю и по одной одну неделю. Короче, две недели сказал пить. Вот, я уже начала пить по одной, пью днем. Так что и зарядил мне шарики, которые уже должны именно стабилизировать, как какое-то равновесие сделать у меня в животе именно по бактериям и разобраться с этим стафилококком. Ну, короче, вот такая вот история. Не знаю, я понимаю, что вы можете в это не верить и так далее, но у меня такие лютые были прыщи, что как бы тут вообще во что захочешь поверишь, когда у тебя такие изменения с кожей. И я сомневаюсь, что это просто само по себе. Ну, короче, не знаю. В любом случае, рано делать какие-то прям выводы, потому что... Потому что еще не прошло время, и у меня был уже такой всплеск неприятных каких-то моментов на лице. Это было как раз, когда был карантин, и мы жили на даче, но у меня все равно не такая жесть была. Но я очень, помню, страдала. А как я страдала вот в этот раз еще перед своим ДР, Новым Годом, когда у меня была просто такая лютая жопа на лице, что я неделю вообще ничего не снимала даже. Ну, короче, просто вот иногда реально нужно радоваться даже каким-то мелочам. Просто я иногда думаю о том, что просто я должна благодарить Бога за все. И я часто благодарю за все. Ну, кто-то, может, не верит, да? Ну, как бы это уже личное дело каждому. Каждый верит во что хочет, но я просто понимаю, что я благодарна за все. Просто элементарно за то, что я могу взять, поднять бокал вина, выпить его, понимаете? Не знаю, но самое главное, что я счастлива, что у меня действительно хорошие улучшения. Кожа. Думаю, что вам видно, но как бы такой жесть у меня уже нет. Так вот, я же вам не рассказала. У меня вот здесь буквально в последний вагон забежали какие-то болячки, прыщи, перед тем, как я избавилась от каких-то лютых воспалений. И они у меня вот здесь, следы, очень долго проходят. Я тут недавно думаю, что-то долго проходит. Думаю, ай, поковыряюсь там. Короче, рассказываю вам прям как подружке своей, Карине. Я уверена, здесь много моих крысок из телеграма. Привет вам особенный. Короче, я решила разобраться с этими болячками, потому что они очень долго не проходили. Но они не выглядели как прыщ. Это просто был красный след. Но он очень долго не уходил, никуда не становился светлее. И я думаю, что-то здесь неладное. Ну и, короче, я его расковыряла, и оказалось, что там внутри был маленький прыщ. Поэтому теперь у меня здесь болячки. Вот здесь с двух сторон. Но мне... Ай! Знаете, вот это, да, что вот где-то что-то как-то, какие-то покраснения. Да это просто благодать. Спасибо, Господи, то, что у меня было с лицом. Я не знаю, как я не плакала из-за этого. Я в шоке, я очень сильный человек, вот что я поняла. Так что вот, я рассказала вам свою историю. Не знаю, поможет она кому-то или нет, вряд ли. Но в любом случае от себя могу сказать, что если вам предлагают подписаться на какую-то авантюру, я понимаю, что у всех разные проблемы, хочется скорее избавиться от прыщей. Я тоже очень сильно хотела избавиться быстрее от прыщей. Но мне просто нужно было принять то, что я не избавлюсь от них очень быстро. Мне нужно было с этим смириться, и это удалось мне тяжело. Но я смирилась с тем, что нужно время, нужно ждать. И я считаю так. Как эта поговорка, пословица, напишите в комментариях. Тот, кто умеет ждать, у того все будет за***ть. Ну, короче, не так там. Ну, типа, кто умеет ждать, тому что-то там дается все. Ну, короче, просто реально. Я понимаю, что у всех разные ситуации с кожей. И я знаю, что кто-то сейчас напишет, что надоело про эту кожу. Я очень давно уже эту тему не поднимаю. И как бы просто решила в этом видео поднять эту тему, потому что сейчас у меня действительно хорошее улучшение. Это все заметили. И мне хочется просто искренне поделиться, потому что, может быть, кому-то это поможет. Кому-то, я знаю, это вообще неинтересно. Но вдруг кому-то поможет. И это хорошо. И это хорошо, если это кому-то поможет. Короче, ребят, хотела сказать, что научитесь ждать, терпеть и искать варианты. Не всегда нужно соглашаться на то, что вам кажется сомнительным. Мне сразу не хотелось соглашаться на этот Ро Кутан. Он сразу вообще все, что я про него слышала. И когда мне говорили врачи и втирали, мне такую дичь. Типа, да, все будет здесь круто. Круто будет все вообще. Меня это никак не успокаивало. Это никаких мне не давало гарантий. И, как говорит мой мастер по маникюру, гарантирована нам только смерть в этой жизни. И это правда. Ну, никто никогда тебе не даст никаких гарантий. Не нужно вообще вот на это все сильно обращать внимание. Если вы чувствуете своим внутренним голосом, что да, это единственный вариант. Если вы уже все попробовали, все проверили, ничего вам не помогает. И Ро Кутан какой-нибудь, да, вот эти вот таблетки жесткие, которых я, например, боюсь. Я знаю, что кто-то их принимает, и у них все круто. Дай бог им здоровья вам, ребята. Это хорошо, да. Просто у меня были страхи, опасения, и я не хотела. И если вы чувствуете, что как бы все, что это, ну, единственный шанс, и вы согласны с этим, и вас это устраивает, то, конечно, кто вам будет перечить, да. Но если вы чувствуете, что это самое последнее, к чему вы придете, да, дай бог, что вообще не приходилось применять какие-то препараты такие, и чтобы все просто, ну, легче разрешилась эта проблема. Ну, короче, если вы чувствуете, что это самое последнее, вот как я чувствовала, что Ро Кутан для меня это самая последняя стадия, это если мне ничего не поможет. И я согласилась на то, что я буду пробовать, я буду ждать, да. Я буду грустить из-за того, что у меня прыщи долго проходят, я буду грустить, еще что-то. Я не знаю, сколько месяцев на это уйдет, но я попробую. И знаете, я прям слезу могу пустить, потому что я понимаю, что мое решение было правильным. Может быть, я не отрицаю, не дай бог, конечно, уже в какой раз. Может быть такое, что как бы проблема моя не закончилась, и у меня может быть какой-то рецидив. Но есть вариант, что я дотяну до своей беременности. Рожу ребенка, у меня вообще все пройдет, и мне не надо пить никакой Ро Кутан. Кто его знает? В общем, ладно, на этой веселой ноте я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравился этот влог, надеюсь, что вам понравился день рождения собачки. Я вообще такой первый раз слышу и вижу, но это было офигенно, просто офигенно. Так что надеюсь, что все было классно, надеюсь, что вам понравилось. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, и будьте счастливы, здоровы, всем пока!